приветствую себя на канале меня зовут наталья сегодня в большей степени будет отзыв на две пряжи вот эти drops u9 и fable поскольку недавно я их покупала анонсировала и кое-что из них связала и есть мне теперь что рассказать о них немного по другим вещам пройдусь буду оставлять ссылки в описании внизу и по узорам и по мастер-классам которые мне понравились так что приятного просмотра в первую очередь хочу сказать а вот а вот этой пряжи носочной drops fable я вязала вот такие носки в мастер-классе можете пройти по ссылке посмотреть помимо зубчатого края тут вот такой симпатичный узор есть который мне очень нравится и вяжется он очень просто а смотрится довольно сложно носки я вязала начиная от края и до самого сшивания все в подробностях надеюсь мастер-класс вам очень понравится никаких дырочек ничего нету прекрасная пятка которая еще и связана платочной вязкой такая пятка отлично именно ну большей степени она мне нравится на коротких носках потому что ну за счет того что они короткие вроде как пяточка немножко так тянет то в этих носках ничего не тянет за счет своей конструкции то что она вот начинается именно здесь расходится довольно широкая она впоследствии и также постепенно сужается видимо за счет своей конструкции она прекрасно сидит на ноге вот даже в таком варианте когда нет ни резинки и короткие носочки значит что по пряжи я уже говорила что я ее сравнивала в при покупке с вот этой пряжей это такая же пряжа только цвет другой да тактильно они где-то даже чем-то похожи после стирки они вот эти носки конечно еще более мягче но вот эта пушистость ну немного есть пушистости которые я просто подозреваю что она в процессе будет истираться вылазить и будет больше обнажаться как бы основа в некоторых местах так будет а в некоторых по-другому но в целом ничего плохого не могу о них сказать значит почему я покупала именно эту пряжу они drops north которую сейчас все восхищаются именно в носках ней метраж я хотела очень тонкий метраж мне нравятся носки которые вот 420 в этом случае 410 грамм получается на 50 грамм тут идет 205 метров именно поэтому я и хотела более тонкую пряжу единственное что тут написано 3 миллиметра я не представляю как вязать на трех миллиметрах как по мне я бы даже на 2 на 2 миллиметра вязала но я вязала на два с половиной в мастер-классе на два с половиной таки есть да конечно носки уже стирала стирала в стиральной машине сушила на блокаторах после стирки мне еще они больше нравятся в общем удачно как-то получилось все удачно но вот пряжей пожалуй вот более дешевый аналог ализе я думаю вот за счет того что тут как раз я не вижу этой пушистости и перед этим я вязала bravo winter пряжа мне кажется они в носке будут ну такие более безвопросные чем вот эти с другой стороны ничего тут сверх такого не произошло я думала что они даже после стирки еще больше начнут пушиться это пряжа но нет после стирки нет не могу сказать что что-то тут запушилась больше так все и осталось буду вязать еще конечно из этой пряжи и я даже вот я решила что буду наверное на вообще на два или два с половиной вязать ну и конечно это если здесь я брала 50 грамм сугубо вязать вот эти носки коротенькие и я в них вложилась у меня получилось 23 грамма вот эти носочки ну остаток даже остался эти конечно буду вязать полноценную меня два таких мотка вот ну и с ализе я еще не ничего не делала а вот эти носки это я вязала не из носочной пряжи это я готовилась к мастер-классу этому и прорабатывала какие-то детали как я буду все показывать вот особенно вот этот зубчатый край это хлопок с акрилом пряжа бобинная мне вообще было интересно как же вяжут из летней пряжи вот из хлопковой носки потому что когда их одеваешь после стирки они при тебе потом они в процессе просто разлазятся вот это как раз уже разлезшийся вариант то есть я носила-носила топала в них топала и вот они немножко вот подразлезлись и хочу кстати показать что даже при всем при этом вот этот зубчатый край такой не разваливается вот он не выворачивается во все стороны он вот ровненько идет то есть то что вот смена спиц это абсолютно рабочая тема ну и тут вот пятка немножко другая мне такая пятка тоже нравится и узор ссылочку я тоже оставлю внизу и еще продолжу носочную тему тем что остатки вывязывать остатки конечно лучше от мыска потому что вот взял допустим у меня остаток 21 грамм был вот этой пряжи я вязала из нее полноценные носки а теперь я хотела вот просто вывязать абсолютно все в ноль тут осталось у меня такая вот булька и вот сколько его хватит столько я и вывязываю вот и вязала я от мыска все вяжут методом джуди я вяжу по-другому вообще я этот метод знаю очень давно но не знаю как он называется а вот сейчас когда я искала там носки от мыска я нашла такой метод кстати тоже оставлю на него ссылку я когда-то давно пробовала этим методом ну я хотела мне тогда нужно было и либо на шапку либо что-то на плечевое я уже не помню мне хотелось открытый набор петель так вот этот метод для больших изделий он ну скорее всего не подходит а вот для таких носков потому что там он мне кажется намного легче проще и удобнее чем вот этот метод джуди по крайней мере мне кажется что джуди намного сложнее ну раза в три чем этот поскольку вообще не вижу тут никаких проблем и я оставлю ссылку я увидела в на ютубе девочка очень подробно его показывает мне почему-то казалось что у нас тут его никто не использует а оказывается нет вот кто-то тоже его знает поэтому ну как бы не вижу смысла оставлять делать на него мастер-класс когда уже в принципе он все там сделано и вот такие носки значит также в плане пятки очень много всякого мастер-класса я люблю в мастер-класса те которые возможно так сказать заморочливые такие я люблю с расчетами связать один раз от и до со всеми расчетами а затем уже когда ты все понял можно уже там или и какую-нибудь от себя тяну делать то есть спокойно себя чувствуешь в плане каких-то узоров новых формы ну и тех же расчета в том числе но я вот перепробовала очень много разных пяток и как там где клин и клинья разные по бокам и те которые вот от центра идут также пробовала и что-то у меня то ли настроение у меня не было то ли что ну как то я вот связала одну пятку эту и поняла что вторую я вязать не хочу по по вот этому да но все получилось то есть мастер-класс абсолютно рабочий также оставлю ссылки на два мастер-класса которые мне понравились не не пятка бумеранг а именно пятка такая ну я не знаю как она там называется в общем красивая пятка с клин и клинами подъема одна идет по центру там мастер-класс другие по бокам вот в итоге я в общем-то подраспустила связала пятку бумеранг который как-то я сначала у меня постоянно слетали когда я поворачивала вязание идет поворотные укороченные череды у меня прямо как по волшебству слетали прям по несколько петель этих сдвоенных и просто распускались в этот раз не знаю я уже цеплялась всеми пальцами в спицы но в итоге у меня только на одной пятке только слетела одна половинка в процессе и я довязала ее до конца и в общем я считаю что это в принципе самая лучшая пятка для того чтобы извязать остаток не обрывая нити она самая простая не надо никаких расчетов вяжешь себе там вот эти укороченные ряды сначала там от центра сюда в край носка потом обратно и все и закончил насколько насколько возможно все дела и красивый носок и вот я довяжу уже будет у меня парочка такая и кстати очень удобные носки вот ничего в них такого нет вот широчезная эта резинка очень такая вещь кстати очень удобная вот померила ничем они не хуже чем вот со всякими узорами красивыми и если а пряжа носочной дропс фаба у меня как-то более приятные отзыв скажем так то об этой пряжи значит я скажу так пряжа очень приятная цвета там обалденно красивые метраж тут такой вот значит смотрите тут на 50 грамм 125 метров ну то есть 100 граммовая пачка 250 метров такой себе приличность хороший метраж тут почему-то написано спицы 3 миллиметра скажу честно я даже не пробовала на трех миллиметрах я начала вязать образцы с трех с половиной затем перешла на 4 и закончила вот это четыре с половиной образец ну или так и так вот четыре с половиной их возможно даже я бы попробовала и больше значит ну я брала на футболочку и тем как заказывать пряжу я подошла очень так серьезно я сделала полностью чертеж и расчеты все абсолютно снизу вверх горловина рукава все абсолютно и взяла 7 мотков очень нравится как тут вот такой край я нашла очень долго я искала кстати край я наверное дня два потратила я хотела какой-то фигу не хотела как раз резинки хотела какой-то фигурный значит если в два слоя вот так ну как бы китлевку такую толстовато мне не понравилось и поэтому я как бы искала какие-то фигурные края ну и в итоге вот остановилась на этом и мне он в общем то нравится очень здорово смотрится не сильно он такой тягучий как допустим итальянский набор то есть такая плотность присутствует хорошо смотрится но когда я начала вязать в общем-то на спицах три с половиной у меня вообще все время было ощущение что такой пряжи надо вязать чехол на подушку вот почему-то у меня это прямо засела в голове и хоть я и увеличивала размер спиц ну вот к примеру готова ли я футболку носить вот с такими прямо дырами а я повторюсь что просто если брать меньший размер спиц я не вижу смысла вязать футболку на летом ну потому что я не понимаю почему тут написано три миллиметра как бы вот казалось бы нитка в принципе не очень толстая но когда вяжешь вот я вязала три с половиной вот ощущение сильной такой прямо плотности я вывязала вот мне почему-то чехол на подушку и все вот как-то так я потом когда до того как я покупала пряжу я как-то не видела никаких отзывов посмотрела просто в instagram что там многие вяжут майки футболки джемпера такие свитера и довольно симпатично это все смотрится но как-то отзывов по этой пряжи я не видела и только когда я уже купила ее я на ю тубе увидела отзыв также оставлю ссылку такой не очень хороший отзыв ну то есть когда я уже попробовала и у меня появились какие-то сомнения в плане того а стоит ли вязать из нее футболку я я тогда уже наткнулась на вот этот отзыв кстати об отзывах надо все-таки их оставлять я благодарна как бы в любой это в любой сфере будь это бытовые какие-то ситуации либо вот покупка изделий или пряжи или еще чего-то то есть в принципе можно сориентироваться вот примеру очень жаль что я не увидела этот отзыв до того как покупала эту пряжу советую вам его посмотреть значит ничего там вроде как сверхъестественно плохого нету кроме того что девушка сказала что если это изделие которое носится под низ то появляются катышки ну футболку я не собираюсь носить под низ и вы вполне возможно что я ее таки закончу но вот наверное у меня такой вот чисто для меня я наверное не готова прямо с такими дырами вот прямо с такими дырами ходить в люди вот меня вот это как-то смущает а вязать на меньших спицах то есть так чтобы она цельным полотном было я тоже вроде не готова но на край такой я ссылки не оставлю потому что это какая-то такая сборная сборная история у меня получилось если вам интересно то я сделаю видео на на вот этот край такой он очень интересный такой мне на мне понравился и он очень простой я кстати хотела бы попробовать попробую может быть у нас как его можно применить не знаю посмотрим посмотрим в общем вот такая мне история сегодня я хотела оставить этот отдых поскольку как бы ведутся какие-то публичные вещи вот те же каналы рассказываешь про какие-то новинки то есть кто-то может что-то первый раз видит интересуется тоже закажет а вот важно еще отзыв оставлять после того как ты попробовал пряжу связал а еще лучше когда уже ее эксплуатируешь и поэтому я решила все таки оставить вот этот вот этот вот этот отзыв и кстати хочу сказать что по расходу пряжи вот к примеру у меня тут длина где-то 55 56 сантиметров в ширину и на и одного мотка хватает с трудом на 15 сантиметров сейчас вот возьму линейку ну это если я тяну вниз а вот так вот то нету еще 15 сантиметров тут осталось всего может на два сантиметра короче как раз вот 15 сантиметров я так думаю как раз и будет это так вот если вы планируете что-то вязать чтобы учитывали а здесь у меня в длину 56 55 56 пожалуй на сегодня все что я хотела сказать заглядывайте в описании под видео вы там найдете другую информацию по узору по мастер-классам ссылки я все пооставляю спасибо вам за внимание до новых встреч приятного вам всем вязания и хорошего яркого лета пока пока